Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема нашего урока «Как установить связь слов в предложении?» «В саду росла старая яблоня». Давайте найдём основу этого предложения. Предложение говорится про яблоню. Что яблоня? Это подлежащее. Что говорится про яблоню? То, что она росла. Что делала? Росла. Это сказуемое. А теперь давайте поставим вопросы к остальным второстепенным членам. От подлежащего яблоня мы можем задать вопрос к слову «старая». Яблоня какая? Старая. Дальше. От сказуемого мы можем задать вопрос к второстепенному члену в саду. Росла где? В саду. Итак, мы с вами видим, что слова в предложении связаны по смыслу. И от одних слов к другим можно задавать вопросы. Итак, то, что мы должны сегодня с вами будем запомнить. Слова в предложении связаны между собой по смыслу. Их связь устанавливается по вопросам, которые мы задаём от слова к слову. Например, «Могучий дуб одиноко стоял на краю леса». Находим главные члены. Основу предложения. В предложении говорится про дуб. Дуб – это подлежащее. Говорится то, что он стоял. Стоял – это сказуемое. Теперь давайте зададим вопросы от подлежащего и сказуемого к остальным членам, второстепенным членам предложения. Дуб – могучий. Дуб – какой? Стоял – как? Одиноко. Стоял где? На краю. На краю чего? Леса. Теперь, используя данные связи, мы можем составить словосочетания и выписать их из этого предложения. Могучий дуб. Дуб – какой? Могучий. Стоял – как? Одиноко. Стоял где? На краю. На краю чего? Леса. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео. Давайте далее. Подписывайтесь.